Всем привет, друзья! С вами Караваш74. Сегодня мы посмотрим на очередную модификацию для игры Spintires. Она уже выходила, просто в сфере последних событий. То есть я просто не успел на неё посмотреть. Итак, смотрим. КамАЗ 6540. Сделал его уроне. Вот. По внешнему виду. Ну, он написал, что там текстурки, да чё. Ну, текстура, знаете, это мне напоминает зелёный мрамор. Есть такая текстура. Чем-то напоминает мне подрамник вот эту текстуру. Почему сразу подрамник стоит, не знаю, с чем это связано. Давайте немножко вперёд проедем, что ли. Да, все карданы крутятся, ребят, достаточно классно. Вот. Проедем сразу вперёд. Вдруг там прицепы есть какие-то. Я тоже в первый раз только смотрю. То есть я не смотрел до этого на него. Поворачиваются все четыре колеса. Есть, кстати, камера из кабины. Вот. И достаточно неплохо сделана, кстати, камера. По поводу текстурирования. Торпеда сделана вообще идеально. То есть красиво, классно. Это выглядит даже классно. По поводу вот боковины. Боковин в КамАЗе. То есть боковины не проработаны вообще. То есть текстура такая размытая вся. Вот. Переключение. А, вон переключение скоростей вижу. Лампочек в КамАЗе нету. Нету. Ну да ладно. Не в лампочках дело, в принципе. Давайте посмотрим, что на него ставится. Это у нас... Ух ты. Он его удлинил, что ли? Так. Это у нас обычный прицеп. Ну, то есть сюда, скорее всего, влезут и средний распуск. Платформа. С краном. Так. Далее. Платформа лесовоза. И к платформе лесовоза ничего не подцепляется. Печалька. Действительно печалька. Как так-то? Бензовоз удлиненный. То есть вытянули бочку. В принципе, знаете, сидит все на своих местах. Из-за этого у него подрамник стоит. То есть, видимо, стояло чуть выше. Но он подрамник поставил и нормально. Ну, так по логике вещей, собственно, так и делается на самом деле. То есть там стоит подрамник. А уже к нему там все клепается. Да что ты эти таблички, а? О, кузов. Так. Кузов. Поехали. Ой. Что-то подсело. Так. Так. Нифига, он шустренько поднимает-то. Ну, дергается, дергается вот этот вот. Не знаю, почему он так дергается. Ну, это я вот сейчас нарочно нажимаю. То есть, сзади тоже, как будто, знаете, не закреплено. Вот. Далее. Блин. Самосвал. Но это тот же самый. Так. Четыре. Три. Да. Все то же самое. Угу. Все то же самое. Но почему-то вот дергается. Кстати, в середине у него, по-моему, рама проседает. Ну-ка, давайте посмотрим повнимательнее. Да. У него рама гнется вот в этом месте. Она, кстати, здесь вот, по-моему, с этого сляпана. Вот здесь вот. Если кто глазастый, он увидит. Вот в этом месте рама, то есть, разрезана как будто бы. Так. Далее смотрим. Далее. Далее, далее. Самосвал 3. Кстати, вот сделаны. Сделано все. Очень даже неплохо. Я думал текстура, но здесь. 3D, так сказать. Ну, не очень, так сказать, кругленький. Но заморачиваться тоже. То есть, Тероний делает бесплатные моды. Мы все знаем про это. Та же самая беда. То есть, он дергается. И рама тоже дергается вот в этом месте. Но сделано, сделано классно, ребят. Единственное, конечно, бодяга то, что она как будто резиновая вытягивается. Интересно. Так, далее. Ремонтные части. Стандарт. Дефолт. Утилити. А, во. Так. Так это, да, блин. КамАЗ-карт. КамАЗ-карт. Ну, да. Ну, в принципе, это средний распуск. Как раз он на него и идет. Снимаем запаски. Запаски это надо снять. КамАЗ-ютилити. А, поставить наоборот. Ну, да. КамАЗ-ютилити. Тогда поставятся запаски. Ремонтные части. В принципе, их, наверное, дохера тут. Да, 800 и сотка. То есть, колеса дают сотку. Ремонтных частей. Заговорился. Так, колеса. С цепями. Без цепей. Те же самые. И... О, выгнуло аж посередине его. Такой вариант еще. И с цепями, скорее всего. Нет, не с цепями. Шоссейка. Так, ну и давайте, наверное, мы поставим что-нибудь уже. Да еди нахер эта табличка. Поехали, прокатимся чуть-чуть. Сейчас затаримся. Я, ребят, забыл ту карту поставить. Чтобы у нас прям возле гаража была эта фишка, чтобы затариваться лесом. Смотрим. Оу. А, так у него еще и свои грузы есть. Да, у него, ребят, есть свои грузы. Поехали. Я повторюсь. Испытываю я на версии от 19.03.15. Так. Поперли. Полигон, ребят, в ближайшее время будем делать полигон. Будет третья версия. Это будет окончательная. Кто-то, наверное, уже в курсе. То есть я уже говорил про это. Это будет окончательная версия. Третий полигон, то есть V3 версия. И на этом мы, в принципе, закончим на полигоне, я имею в виду. Подвесочка работает. Все двигается, все шевелится. Ну, я, в принципе, и не сомневался, что задница тяжеленная. Смотрите, перед как подкидывает на кочках. Я и не сомневался. То есть, Ронни как бы делает хорошо. Задница очень тяжелая у него. Стоп. Ну, это так, показалось. Проверил свою, то есть... Свои домыслы, так сказать, проверил. Вот когда лень называется объезжать. Но объезжать придется. Дифференциал включаем. И давайте мы все-таки, наверное, не на лесопилку поедем, а проедем через грязь. То есть это будет последнее такое препятствие. Блин, у него жопа реально тяжелющая. Перед практически висит вообще в воздухе. Упс. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Да, в принципе, видок сделан классно. Вот если из салона. Ну, вот сбоку, конечно, с левого боку. Обратите внимание, что когда мы едем, то есть вот эта херобора есть, что текстура отсутствует. Но это, опять же, это косяк самой игры. То есть... У нас, кстати, в салоне все мокрое и все грязное. Я думаю, что с торпедой? А с вами был Карабаш 7-4 со своим кратеньким обзором на КАМАЗ... Какой он там, господи? 65-40. Столько КАМАЗов уже было, ребята. Уже действительно запариваюсь. На КАМАЗ 65-40, который сделал уроне. КАМАЗ достаточно хороший. Скачайте, посмотрите. Ссылка будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВК. Мы есть в РК. ID в шапке группы закреплен. Заходите, подписывайтесь. Все вопросы мы решаем в группе и в РК. Мы не оставляем комментарии под видео, потому что я на них практически никогда не отвечаю. Либо у вас стоит приват. То есть, приват я не могу просто вам ответить, потому что нету кнопочки, чтобы ответить вам. У вас приватность стоит. Всем удачи, ребят. Не забываем ставить лайки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok